В Симферополе стартовал международный просветительский проект «Дни святителя Луки». В рамках проекта организаторы акции планируют социальные показы исторического фильма-биографии «Лука», главную роль в котором сыграл известный актер Виталий Безруков. Многое прощая, сильный становится еще сильнее. Светитель прощал всех врагов, палачей, завистников, предателей и малодушных. Но простить мало, нужно еще и любить. Прежде всего, нужно постараться передать, как я понимаю, образ. Речь идет не о тех или иных внешних особенностях, не, наверное, о вторичных, если говорить о портретном сходстве или каких-то еще вопросах. Вот передать тот образ в высоком понимании этого слова, ту составляющую человеческой личности, которая была в святителе Луке, а это, еще раз повторюсь, это жертвенность. А еще проще сказать, это любовь, потому что любовь — это всегда жертва. Жить так, чтобы жить для других. Жить так, чтобы, может быть, даже и претерпеть ради своей веры, ради своих близких. Вот это то, что особенно важно нам уразуметь, когда мы вспоминаем житие святителя Луки, и, конечно же, когда мы среди огромного количества развлекательных кинофильмов, которые не безвредны не только для души, но и для физического здоровья человека, мы имеем прекрасный духовный фильм. Фильм о нашем любимом святом, о нашем покровителе Крымской земли, святителе Луки. В рамках проекта фильм сегодня увидели симферопольцы. Дальше — Севастополь, Керчь, Украина и Беларусь. В нынешних условиях, в то время, когда происходят такие вот события в наших странах, поэтому не зря была выбрана Крымская земля, но в первую очередь хотим донести этим проектам этот мир, любовь, благополучие. Это то, что было положено в основу проекта. Мы отработали порядка пяти областей Украины. Мы фильм показывали условно под пулями в Донецке, но фильм показывали Днепропетровск, Одесс, Киев, Запорожье, и собирали более 50 тысяч зрителей в течение двух-трех недель в кинотеатрах. Было настолько велико количество людей, что люди просили и сидели в проходах. То есть настолько сейчас люди нуждаются в том духовном, в той духовной составляющей, которую он несет сам проект. В первую очередь, эта миссия у нас просвидетельская, не политическая. Мы прославляем великого Кремского святого. Если мы не будем благодаря вот такому проекту вспомнить, кто такой был Валерий Синецкий, молодежь узнает, посмотрит, и примет вот эту воспитательную, как сказать, таблетку, лекарство, воспитательного, нравственного, духовного и даже национального воспримет, это будет, считаю, большое достоинство для нас. То есть то, что мы будем счастливы в создателе этого фильма. Врачуя тела доктор Валентин Война-Исинецкий понял, грех – это отказ быть больше, чем ты есть на самом деле. И выбор был сделан. А сама жизнь довершила задуманное Богом. Об этом человеке художники, врачи, архиепископе, святом. Все есть мой путь! Юлия Орлова, Сергей Евсеев. Время новостей.